В Тюмени уехали, мы потеряли из этого оркестра, вот просто встали и уехали самые лучшие ребята. Госпожа Хамитова, в силу своих очередных субъективных пристрастий, она влияет самым прямым образом. Оркестр сейчас играет намного хуже, я как дирижер могу вам заявить, как скрипач заявляю. Оркестр сейчас играет намного хуже, чем 4 или 5 лет назад. Почему оркестр очень сильно возбудился? По той простой причине, что эту аттестацию они в прошлом году уже играли. Конечно, были. Именно эти манипуляции заставляют людей обращаться в те или иные органы. На этой неделе в прокуратуру обратился коллектив Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, что, на мой взгляд, явление абсолютно выходящее из ряда вон. И потому сегодня мы беседуем с Рустемом Сулеймановым, человеком абсолютно непосторонним для этого коллектива, который в курсе всех событий. И вот первый вопрос, Рустем, собственно, почему тебя этот вопрос так заботит? Почему это так важно и почему мы сейчас об этом говорим? Дело в том, что я в этом оркестре работаю уже практически с самого начала. В 1995 году я, закончив школу, пришел туда уже скрипачом и сделал карьерную лестницу внутри этого коллектива. 22 года уже? Да, от второй скрипки седьмого пульта, от второго скрипача, и до самого верха я был главным дирижером. И прекрасно знаю всю ситуацию, которая в этом коллективе сейчас происходит. И коллеги мои, которые там работают, наши музыканты и оркестранты, они постоянно ко мне обращаются и просят вот оказать то или иное содействие, оказать помощь в том, чтобы вот эти их вопросы, которые у них наболели сейчас и встали вот в такую острую формацию, вот эти вопросы они требуют даже в какой-то степени, просят от меня решить эти вопросы. Понятно. Ну тогда перейдем уже к вопросам более конкретным по ситуации. Насколько вот эти обстоятельства финансовой деятельности этих господ, насколько они вообще влияют на то, насколько качественно работает или не работает оркестр? Ну, первое, надо сказать, что деньги эти, которые вот сейчас, дескать, новые деньги в семнадцатом году, которые поступили в зарплатный фонд этого оркестра, эти деньги были еще заложены давным-давно. Их закладывали еще в 2008 году, пытались сделать, вот, то есть пытались поднять зарплату существенно, поднять зарплату, значит, бюджетникам, музыкальным всяким творческим коллективам. Вот, далее это пытались сделать еще, это идет от федерального центра, дальше это пытались сделать в 2011 году, в принципе, и оно было сделано. В письме указываются вот эти, как они называются, майские указы Путина, да, майские указы Путина. Пресловутые указы Путина. Да, вот, значит, в письме указываются, ссылаются они вот именно на этот май месяц. Я думаю, что эти деньги были заложены давно, потому что как-то я помню, что где-то я читал, и выходили эти приказы, я их отслеживал, мониторил, и помню, что раньше это было сделано намного раньше. Вот сейчас эти деньги в 2017 году, в январе 2017 года, эти деньги поступили на, значит, дошли до Республики Башкортостан, и некоторые организации, не только НСОРБ, но и ансамбль танцев Ази Гаскарова, знаменитый, оперный диатор Башкизской государственной оперы, и Башкизская государственная филармония, и еще некоторые творческие коллективы, ансамбль МИРАС, который принадлежит муниципалитету, все эти организации получили вот эти новые деньги. Когда эти деньги пришли сюда, и с них начали брать перерасчеты и уже оплачивать сотрудникам новые зарплаты, у руководства этого коллектива, в данном случае НСОРБ, значит, появилась возможность манипулировать своими сотрудниками. То есть они захотели провести внеочередную аттестацию сотрудников для того, чтобы повысить им, дескать, эти зарплаты. Зачем это нужно делать, когда аттестация... Почему оркестр очень сильно возбудился? По той простой причине, что эту аттестацию они в прошлом году уже играли. Что такое аттестация? Это 100 человек выходит на сцену, и каждый по 15-20 минут играет свою сольную программу. То есть он из оркестранта превращается в солиста. Это достаточно сложная вещь. Когда человеку 40-50 лет, и он не занимается, знаете, как студент-первокурсник. То есть сольной карьеры у него нет? Нет, у него сольная карьера. Он приходит, играет то, что ему ставят библиотеками на пепитер, и играет эти ноты. А здесь приходится выходить и доказывать свою компетентность именно в качестве сольного музыканта. Это достаточно сложная тема, потому что психологический груст, вы понимаете, и нервы, и все это сразу становится очень таким опасным. Тогда в связи с этим я задам вопрос такой, что вот эта аттестация, это абсолютно субъективный процесс, или она каким-то образом регламентирована? То есть пока я слышу только то, что вот человека выпускают на сцену, он играет на своем инструменте, на котором он играет в составе оркестра, собственно. Да-да. А дальше идет как? Критерий нравится, не нравится? Нет, дело в том, что собирается комиссия, компетентная комиссия. Как правило, это профессора консерватории разных, вот Казанской, там, не знаю, приглашают из Москвы, из Петербурга, там, кто еще был из прогрошенных? Наши были педагоги, педагоги Уфимского государственного института искусства, профессора. Значит, берется, скажем, один специалист, профессор по скрипке, профессор по духовным инструментам, по деревянным, профессор по медным духовным инструментам, какой-нибудь вот армист, там, тромбонист. И это компетентное жюри, скажем так, оно вот оценивает, насколько человек качественно или некачественно играет в свою программу. То есть насколько этот человек в форме, этот данный армист. Пока я не вижу ничего негативного. Вопрос в том, насколько, во-первых, эта аттестация была обязательна в процессе принятия решения. То есть вот я так понимаю, что пришли какие-то дополнительные деньги, да? Да. Зарплаты... И не одни пришли. Там еще пришел некий какой-то грант на проведение 25-летия. Замечательно. Замечательно, что в 2017 году сейчас идет юбилей. Вот пришли деньги. Вот была у музыкантов, оркестра была не очень, скажем, высокая зарплата, и она, наконец, решила повыситься этот зарплату. Замечательно. Обязательно было проводить эту аттестацию? Совершенно нет, конечно. То есть это была инициатива руководства. Это была инициатива Равчалова. И при помощи этой аттестации они начинают иметь определенные рычаги. То есть вот ты мне нравишься, ты мне нравишься. Они начинают давить на людей. То есть насколько субъективна была оценка в процессе принятия решения. То есть вот этот играл человек, он играет там, скажем, много лет в этом коллективе. И вообще человек опытный, да? Предположить о том, что он там, ну, разучился играть на своем инструменте, наверное, было бы глупо, да? Да. То есть и играет он определенную какую-то программу, которая уже, в общем-то, наиграна, отработана. И он хорошо знает. Они играют достаточно большой, широкий, симфонический репертуар. Насколько объективно и насколько, скажем так, добросовестно принимались решения по этой аттестации? Были ли манипуляции в процессе принятия решения? Конечно, были. Именно эти манипуляции заставляют людей обращаться в те или иные органы. Ну, то есть получается так, что люди, которые, в общем-то, годами подтверждали свою квалификацию, вдруг по решению вот этой комиссии оказались некомпетентными. Да. И они теперь будут уходить из оркестра или они просто не получат на отбавку? И то, и другое. Вот так, да? Ну, то есть их вынуждают уйти или им говорят, просто будешь получать там старую маленькую... Их сейчас заставляют выйти на внеочередную аттестацию, называя это не аттестацией, а мастер-курсами, мастер-классами. Это раз. Второе. Они имеют право не выходить, потому что они на три года аттестованные. В прошлом, в прошлой осенью, 16-го года, они провели эту аттестацию и почти все, по-моему, там играли уже эту аттестацию. Дальше в этом году почему-то Равшан Ахмедович решил их всех, значит, сломать им их ребят об колено и вызвать их всех еще раз на аттестацию. А сколько всего участников оркестра? Приблизительно 100 человек. Сейчас в штате 111 человек. Это достаточно большой коллектив и наверняка он очень неоднородный. И, в общем-то, наверное, там есть разные течения, там есть разные мнения. Как всегда в искусстве есть, да, все разные речи и прочее. Там есть люди-одиночки, есть, которые сбиваются в какие-то группировки, есть большие группы, есть малые группы, есть правоцентрические, есть... Ну, в целом, это, в общем-то, ведь нормально для подобных творческих коллективов. То есть тут нет ничего страшного здесь нет. Я так понимаю, что новый художественный руководитель пытается унифицировать коллектив настолько, чтобы это было абсолютно подчиненное, управляемое такое, значит, сообщество, которое, то есть, либо его слушается, либо уходит. Понимаете, дело в том, что дирижер управляет палочкой. Понятно. А никак не аттестации. И никак не главным бухгалтером. Не через документы главного бухгалтера или не через зарплатный фонд. Конечно, есть люди, которые играют лучше. И, допустим, оркестранты есть такие, которые достойны получать, скажем, на 5 тысяч больше, чем на его соседа, там, слева, коллега, другой. Но для этого существует, наверняка, какая-то градация определенная, которая определяется... Для этого и существует аттестация. Где присваивается определенный какой-то уровень или что-то, что позволяет, условно говоря, получать лучшую работу. У них есть три категории. У оркестрантов есть три категории. Высшая категория – это мастер сцены, как-то так вот, я сейчас не помню, как это называется по кзоту это. Значит, первая категория – это, значит, это средняя категория. И артист второй категории. То есть это репиены тутти, то есть это люди, которые сидят где-то там сзади, они сидят на пятых, шестых, там, седьмых пультах. Вот, в основном это тутти, то есть это скрипки, виланчели, контрабасы. Вот, первые голоса – солисты, которых вы слышите во время исполнения тольной симфонии, которые, кстати, они перестали играть. Вот, эти солисты – это и есть как раз концерт-местерская группа, то есть это артисты высшей категории. – Правильно я понимаю, что вот это перераспределение финансов внутри коллектива, то есть попытка выделить кого-то, кто там, предположим, ну, назовем это, больше нравится, условно говоря, дирижеру, и наказать рублем тех, кто там что-то, значит, противоречит, либо не согласен с общей концепцией, эта попытка наносит определенный вред качеству оркестра в целом. – Уже важно понять, насколько вот эта вся нехорошая возня, она принесет ущерб лично мне, например, как потребителю этой музыки и вообще зрителям, да, то есть симфонический оркестр – достаточно сложный организм, собрать его непросто. Учитывая, вот, скажем, тот дефицит исполнителей и падающий уровень, который мы наблюдаем сейчас здесь, вот, и в России в целом, и в Большинстве, в частности, да, ну, это исторический процесс, который вот объясняется какими-то экономическими факторами, там, факторами, скажем, упадка музыкального образования, там, отношения государства к культуре и так далее. Но насколько на этом фоне мы рискуем потерять то, что есть, и, в общем-то, уже, ну, не получить качественного оркестра в будущем? Это может повлиять, вот, подобная политика внутри коллектива? – Она влияет самым прямым образом. Оркестр сейчас играет намного хуже, я как дирижер могу вам заявить, как скрипач заявляю. Оркестр сейчас играет намного хуже, чем 4 или 5 лет назад. Были годы, когда оркестр играл плохо, скажем, в 90-е годы я, я в этом оркестре сижу с 95-го года, в сентябре 95-го года я пришел туда на последний пульт второй скрипачем, я был тогда на первом курсе, мне было 17 лет, и с тех пор я вот с этим оркестром очень тесно связан и сделал полностью карьеру вот от последнего пульта до поста главного дирижера и до худрука. И поэтому ситуацию внутри этого коллектива я знаю достаточно хорошо. Вот, первое, что я хотел бы отметить, мы этот оркестр теряем уже давно. Не только этот оркестр, вообще у нас весь уровень культуры достаточно сильно, вот, скажем, последнее. Ну вот, когда начались эти опенеры, вот оно очень сильно ушло туда. Хотелось бы, да, в связи с этим вопрос, уточнение задать такое. Какова роль министерства культуры, нашего местного министерства культуры, и непосредственно министра господи Шафиковой, насколько я понимаю, она все-таки какое-то отношение к музыке имеет, да, то есть я так... Само прямое. Я издалека подхожу к вопросу, да, то есть она не посторонний человек, она не художник, она не скульптор и даже не писатель, она у нас, в общем-то, где-то музыкант. То есть, и, в принципе, наверное, в силу опыта и возраста она должна понимать, насколько опасны и болезненны могут быть вот подобные процессы внутри крупного музыкального коллектива, и насколько она занимает позицию положительную, либо отрицательную в данной ситуации, насколько она, скажем, взаимодействует с этим новым художественным руководителем, либо с коллективом оркестра. Ну, во-первых, начну с того, что когда Равшан Ахмедович назначали, министра культуры была против. Так, интересно. Да, первое. Она делала некое подобие конкурса дирижеров, хотя конкурс не реагиментирован, и в уставе ни Минкульта, ни в уставе НСОРБ этого оркестра не указано, что должен быть объявляться конкурс. Я сейчас как раз этим вопросом занимаюсь, точных ответов вам дать не могу пока на этот момент, потому что не все документы на руках. Но, насколько я знаю, вроде как конкурс на должность главного дирижера не объявлялся никогда и не должен быть объявлялся. Это идет из советских времен, когда просто министр в Москве, та же Фурцева, назначала главным дирижером какого-то дирижера. Закономерный вопрос. Ну, она была против. А кто назначил? Кто его лоббировал? Я не знаю, насколько мы можем это говорить, но у нас есть люди, которые, есть какие-то, скажем, группы людей здесь в регионе, здесь в столице, в Уфе, которые очень любят влезать в культурные дела, очень любят влезать в кадровые вопросы. И этот человек назначил, вы понимаете, о ком я говорю, вот этот человек назначил своего любимчика, потому что она его видела на детском спектакле «Петь и волк» называется, Сергей Прокофьев. Это детский альбом. Этот проект уже много-много лет идет в русском драмтеатре. Значит, берут или оркестр оперного театра, или берут оркестр национально-симфонический и проводят те или иные, значит, для детишек, вот для этого фонда, для этих детишек-инвалидов, вот, людей с ограниченными возможностями, проводят спектакли. Мы подходим плавно к тому, что даже министр культуры, как бы ее не ругали, там, значит, на другие темы, в общем-то не справилась с задачей повлиять на эту ситуацию. И вот, в отличие от вас, я, в принципе, вещи могу называть своими именами, да? И, насколько я понимаю, это супруга президента нашего, вернее, уже главы республики Башкортостан, госпожа Хамитова, в силу своих очередных субъективных пристрастий, значит, и вот как раз она и является тем самым руководителем комиссии, которая работает по принципу «нравится-не нравится». Дело в том, что, да, дело в том, что проект «Детский альбом», он уже много лет идет в республике, «Детский альбом» проводили и мы, он не так назывался, он назывался по-другому. Я играл очень, сыграл очень большое количество, около 800 я как-то сидел, считал, вот это количество, начиная с 2005 года, как я приехал в Уфу из Петербурга, вот с января 2005 года, я сыграл около 800 этих детских концертов. Этого Петя и Волка я знаю наизусть, и мой отец знает его наизусть. И слава Богу, и пускай. То есть, дело в том, что хорошо, что детям играет музыку, хорошо, что какие-то благотворительные фонды могут приводить детей бесплатно, там детей-инвалидов и просто детей, и приобщать их к великому искусству, но я все-таки думаю о другом. Вправили родственники высокопоставленных чиновников региона и вообще, в принципе, чиновников принимать подобные решения в сфере, которая требует, ну, как минимум, компетенции. То есть, условно говоря... О том, что главный дирижер иметь же диплом дирижера, он учился так же, как и я. Диплом дирижера – это очень хорошая и полезная вещь. Речь идет о том, что управление культурой, в принципе, в мире – это очень тонкий и сложный процесс. И, на мой взгляд, еще ни одна страна до конца не нашла, ну, там, конечного рецепта, как может государство управлять культурой, хотя все государства, в общем-то, к этому тяготеют. То есть, кто-то избирает политику невмешательства, как Франция, например. Во Франции запрещено государственным органам, выделяющим какие-то деньги либо ресурсы для областей культуры, запрещено вмешиваться и контролировать результат, например. В России, я так понимаю, что на примере господина Мединского мы видим массовые какие-то случаи вмешательства в культуру. Но, ладно бы Мединский, он все-таки министр, да? А здесь, получается, жена губернатора? Да. У нас глава. Ну, губернатор, глава республики. У нас жена главы республики принимает судьбоносные решения для крупнейших музыкальных творческих коллективов республики, да? Да. Достоверно известно, что госпожа Хамитова не обладает музыкальным образованием. И вот как к этому относятся в сообществе? То есть музыканты и вообще люди искусства, люди достаточно свободные. То есть я понимаю, что все они сейчас достаточно стеснены в средствах. То есть они, в общем-то, в большой массе своей подсажены на какую-то государственную помощь. Так получилось в последние десятилетия, да? То есть они не до конца независимы. Но все равно у них есть достаточно широкий кругозор, достаточно свободное мышление. Как они оценивают вот эту ситуацию? Ну, музыканты все-таки не забывайте, что в какой-то степени это интеллигенция. Конечно, они в какой-то степени, я надеюсь, что в большей степени. Поэтому понятие свободы для них достаточно такая очень важная вещь вообще в жизни. Они могут согласиться на невысокую зарплату, они могут работать только в одном, скажем, оркестре, или преподавать в какой-то одной школе, что они любят очень делать. Но для них именно творческая составляющая, творческая свобода, поиск, жанровый поиск, поиск новой музыки, или наоборот, поиск старой музыки, это как раз и является частью их поиска вот этого свободы. Это и есть как раз их потребность, за которую они готовы очень много отдать. Отвечая на ваш вопрос, они к этому привыкли. Ну понятно, и основным критерием этой свободы является возможность. То есть получается, что принимая такие решения подобным образом, подобными силами, то есть когда такие решения принимают подобные люди, это фактически лишение этих возможностей. Конечно. То есть здесь о какой свободе творчества можно говорить, когда людей фактически ставят перед каким-то свершившимся фактом, говорят, вот будет так и так, и в общем-то ни для кого не секрет, что кто принял решение. Ладно бы министр, ладно бы комиссия, ладно бы еще что-то. Поэтому вся наша талантливая молодежь, которая сегодня была в Уфе, и последние годы выпускалась в тех или иных вузах, она вся уехала. Она уехала. Это вот, к сожалению, один из аспектов, который я тоже... В Тюмени уехали, мы потеряли из этого оркестра, вот просто встали и уехали самые лучшие ребята. Мы занимались этими людьми. Я сам их лично привлекал в этот коллектив. Я сам их выращивал в Институте искусств. Я специально вел в Институте класс симфонического оркестра. Я дирижировал ими там и обучал их симфоническому искусству. Не только специальности, не только квартету там и дирижированию, а именно вот делал из них оркестрантов симфонического оркестра, чтобы они потом плавно перешли или в яму оперного театра, чтобы там работали до конца дней, или шли в Национальный симфонический оркестр или в другие коллективы. Это что касается наших оркестровых специальностей. Но они встали и проголосовали. Они уехали в Тюмень. Кто-то уехал в Казань. Сейчас уехали в Китай. Кто-то за границу, да, я хотел. Недавно был приличный конкурс в один приличный китайский коллектив. Далеко. Они им оплатили дорогу. Один мой знакомый играет на контрабасе уже много сезонов подряд в Южной Корее. То есть, когда это случилось, другой на скрипке играл в Сирии до недавнего времени, пока не началась там война. И это тоже выходцы из Башкирии. Это очень талантливые... Это наши кадры, которые должны работать на наш регион. И в принципе, они хотят у нас работать. И в принципе, есть в этом потребность. Просто это очень грамотная работа должна быть выстроена. Надо этим людям звонить. Была одна девочка, которая работала в Хабаровске. Вы не представляете, сколько я мучился. 9 или 10 месяцев я ее оттуда вызывал. И нам удалось. Сейчас очень пустовал стул. И я очень много труда и усилий приложил, чтобы этот человек оказался здесь в Уфе. И, слава Богу, они работают здесь. Речь-то идет о том, что до тех пор, пока решения будут приниматься на таком уровне... Я даже не знаю, как его охарактеризовать. На высоком уровне или на низком уровне. Служно сказать. Да, вот тут какой-то аксиомарон получается. Но, наверное, невозможно изменить это отношение. И вот в связи с этим у меня такой, в общем-то, вопрос, к которому мы, наверное, подытожим этот разговор. Это вопрос такой, что делать-то? То есть у нас на Руси вот всегда так, да? Кто виноват и что делать? Кто виноват, мы выяснили, да? Я знаю прекрасно, что делать. Супруга Хамитова вмешивается в дела симфонического оркеста. Теперь она не будет вмешиваться, уверяю вас. Ну, она уже вмешалась. Ну, свое судьбоносное решение было принято в свое время, да. Сейчас она не будет этого делать. Ну, дай Бог. Но, кстати, надо сказать, что в самый первый год, когда они приехали сюда в Уфу, они очень сильно помогли оркестру. Они дали больше 70 миллионов рублей. Из которых, кстати, потом формировались... На покупку инструментов, насколько я понял. Формировались вот эти 100-миллионные гранты. Это вот как раз были первые те деньги. С самого первого года Руслан Закевич не объявлял гранты. Он просто дал НСОРВ, дал вот эту сумму денег и... Это я помню, да. Действительно, это было прекрасно. Нужно отдать должное, действительно. И подарили автобус тогда еще. Отношение было немножко иным. Но, видимо, вы забладали какие-то инстинкты по части, если уж облагодетельствовал, то и поуправляю, да? Ну, я не знаю, я тоже затрудняюсь понять вот эту логику, да, вот этой гражданки в том смысле, что, ну, вот слишком многообразное ее участие в жизни республики, да? Тут и медицина, тут и музыка, как выясняется, образование и еще что-то. Она курирует 4 сентября. Может быть, надо ее сделать вице-премьером, который будет курировать образование, медицину и культуру, как вы считаете? Это, по крайней мере, легитимизирует ее. А как, голосовать, что ли, или как? Ну, назначат ее, да и все. Она будет вами легально управлять. Я думаю, что давно назначено уже. Ну, это какое-то теневое правительство. А можно вывести в легальную сферу? Ну, ладно, это мы шутим. Но все-таки, что делать? То есть, существует ли возможность нормализовать ситуацию в оркестре? Ну, помимо каких-то, я не знаю, проверок, каких-то вмешательств силовых структур или, скажем, надзорных ведомств типа прокуратуры, есть какой-то рецепт тут? Как сделать так, чтобы оркестр играл, радовал зрителей, прекратились вот эти разговоры о деньгах, то есть, чтобы деньги были распределены так или иначе, справедливо? Вот это возможно сделать сейчас? Конечно, конечно. Это и несконечная цель, и люди этого добьются обязательно. Ну, добьются через войну или через все-таки какие-то переговоры? Вы в самом начале разговора правильно сказали, что музыканты не готовы воевать. Они некомпетентны в этом случае. Им и не нужно это. Они не хотят идти в эти суды, и никогда в них не пойдут. Нет, если ситуация дойдет до края, конечно, они пойдут. Почему вот существует вот эта формация, да, Руссен Захич все время говорит, прекратите писать письма, вы мне надоели с этими письмами. А какие есть другие формы-то? Это же идет со времен Фурцевой, понимаете? Он не понимает того, что... Других способов защиты у коллективов не существует. Он не понимает того, что коллектив все еще верит в то, что написал письмо. Они все еще рассчитывают на его добросовестность и какую-то, я не знаю, там, профессиональную ответственность за регион. И на истеку, в первую очередь. Ну, может быть, тогда надо действительно, да, если он просит, надо перестать письма писать. Может быть, адреса... Ну, сейчас они не перестанут, наоборот, они вот за эту неделю, это же письмо Фурку Артурджи, не один такой документ, там много писем. Это уже не письмо Хамитова, да, это уже... И, по-моему, как раз в Белый Дум-то они писем-то и не писали. Насколько я знаю, они написали в надзорную органу, в контрольную счетную палату. Они обратились к министру, в министерство культуры они обратились. Они обратились куда еще? В трудовую инспекцию, да. Возможно, кстати, это повод для Шафиковой проявить какую-то самостоятельность и принципиальность, да, в этой ситуации? Я думаю, что она здесь сейчас проявит. Ну, это было бы к ее чести, на самом деле, потому что в этом случае она, в общем-то, ну и сообществу, и всем нам покажет, что она заняла принципиальную позицию, которая на пользу, предположим, этому коллективу. Ну, хорошо, тогда вы нас держите в курсе ситуации, да? То есть будем смотреть, будем как-то это делать. Ну, вы знаете, я сам особо, не особо сам в курсе, я знаю, что было, вот, скажем. Ну, в любом случае, какие-то будут, наверное, решения. Наверное, будет ответ из прокуратуры, он должен быть по закону, то есть, соответственно, и прокуратура, наверное, какие-то... Контрольно-счетная палата проводит, так и так проводят свои стационарные проверки, которые там в течение года, там, один или два раза не приезжают. Ну, это как положено любому государственному. Потом Минкульт отправляет всегда свою проверку. Но самое главное, что, вот, мнение-то какое, что, понимаете, когда назначают директора, не важно, директор это худрук ли, это художественный поводитель, это главный дирижер, это человек, который должен следить за, обязательно, он должен следить за выполнением законодательных сил. Ну, естественно, он администратор, фактически. Абсолютно верно. А если он идет супротив закона и пытается обмануть все эти 111 человек, ну, это смешно немножко, понимаете? Или смешно, или не очень. Ну, хорошо, тогда будем... Эту ситуацию мы не оставим без внимания, мы ее будем отслеживать, будем дальше наблюдать. Но коллективу сейчас надо пожелать удачи и стойкости. Безусловно, да. То есть мы им пожелаем не только удачи. Они, наконец, получили нормальные зарплаты, и люди не могут их получить. Мы должны им пожелать того, чтобы они потратили минимум своей энергии на все вот эти вот процессы, совершенно несвойственные для музыки, а максимум своих сил и талантов направлены. Музыку они хотят играть, да. Чтобы... Они любят симфонии, у них стало мало симфоний, они хотят больше симфоний. Они очень много играют каких-то непонятных вот этих вот амфитеатров, это что все, вот эти все эти чаши. Но это отдельная история. Мы ее обсудим обязательно. Но вот симфонического творчества им не хватает. Им не хватает баштической музыки. Они перестали играть любимых композиторов по ряду причин. И поэтому ребята хотят вернуться вот в нормальную плоскую сработку. Редактор субтитров А.Семкин